книга открытым оком тема священство том 17 вопрос 3181 известно ли вам обращение евтихия к пастве насчет объединения отвечает игнатий тихонович лапкин знаю не лично от него а прислали люди здесь разбор его можно но много времени это отнимет будет ли слушать до конца будет но много отвечает игнатий конч лапкин знаю не лично от него а прислали люди сделать разбор его можно но много времени это отнимет будете ли слушать до конца сами выдержки из послания жирным шрифтом кавычки открываются русская зарубежная церковь взяла направление на каноническое и евхаристическое общение с московским патриархатом кавычки закрыты далее игнатий тихонович комментирует епископа и в тихе когда взяла до этого твердила что ни о каком курсе на объединение и речи нет но страхи после двухтысячного года после октябрьского переворота улеглись и теперь уже не скрывают стать полновесными сергианцами и членами и кому не экуменического блудодейства когда их туда никто не гонит еще цитата евтихия что же касается отказа от декларации 1927 года то он совершается постепенно главные вехи такого отказа это прославление осомненного мучеников в купе с царской семьей и принятия новой социальной концепции в двухтысячном году игнатий тихонович простите но отвечать не хочется и не из-за неуважения к вам такое мерзака мерзопакостное предложение сляк полкурочкин что только взахаешься да где же совесть да кто и когда постепенно поэтапно выходил из предательства приносившие жертвы и далу коммунизма кидавшие молитвенные фимиам сатанистам приносившие жертвы и далу коммунизма гадившие молитвенные 7 лом сатанистом развозившие заразу коммунизма по всему миру и должны каяться в том кровавыми слезами пред всем миром и впредь не помышлять быть пастырями, будучи по природе волками бешеными. А Евтихий вроде бы как увидел, что отказ от сергианства и в том виден, что благословляющие ныне убивших царя ставят ему памятник, канонизируют. Безумие поразило скрюченный разум лицемеров. Евангелие от Луки 11.46. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Третья Маковейская 2.24. От отпавших отвращались, почитая их врагами своего народа и избегая всякого общения с ними и дружественного обхождения. Курочкин. Я с удивлением узнал во время соборов, что даже ярые противники единства с московским патриархатом за рубежом уже убрали из своих претензий проблему сергианства. Мне остается засвидетельствовать, что проблема сергианства уменьшилась благодаря сумме перемен в московском патриархате до такой величины, что уже не может претендовать на размер проблемы, оправдывающие разделения. Вот таким образом устраняются причины, которые могли бы вызвать смущение в восприятии курса русской зарубежной церкви на каноническое общение с московским патриархатом. Игнатий Тихонович Лапкин комментирует. Вот таким образом, оказывается, покаяние можно вычислить по сумме перемен. Это разнозначно тому, как если бы живущего в нераскаянном прелебольдеянии пожелал оправдать епископ и привел бы в защиту от сквернаса то, что он стал хорошим семянином, что уже народу много дает и отстроил добрые хоромы. А более всего то, что законная жена оставила своего законного мужа в покое. Причины же греха устраняются только искренним и полным покаянием без малейшего самоправдания и невозвращением к оставленному греху. Плач Иеремии 1, 2, 5. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Враги его стали во главе. Неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен, впереди врага. Ни малейшего оправдания какими-то обстоятельствами. Иеремия 4, 20. Сознаем, Господи, нечестия наши, беззакония отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Даниила 3, 29. Ибо согрешили мы и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и во всем согрешили. Патриархия должна бы объявить митрополита Сергия Острогородского узурпатором, вором и предателем, и принести покаяние за сотрудничество с дважды анафематствованными, за мировую ложь, что твердили всему миру, что в стране ужаса и безбожного мрака якобы не было гонений на искренно верующих. Против такой лжи патриархийных волков опьют невидимые миллионы убиенных. А эти бесстыдники из МП продолжают отравлять ложью души простецов. Не преступники, а бесстыдники. А эти бесстыдники из МП продолжают отравлять ложью души простецов. И теперь подпевают этим слугам дьявола новые прихлебатели. Вот таким образом. До конца отвердили, что и в мыслях о синодах не было пойти на сближение с МП. А тут такую нечеловеческую активность развили, что впору спросить. Да есть ли верующие в синоде? Смущение переросло в неверие епископам. А тем и дело нет догибнущих. Задача жаждущих объединиться с падшими на их условиях стоит не в возрождении церкви и душ прихожан, а только в документах, которые ни одной души изменить не могут. Как бы вражда и тупость, так как была вражда и тупость, так и останутся. Во всем обращении ни разу не поминается имя Христа. Не намека на то, чтобы убедить несогласных на основании Слова Божия. Почему? Только потому, что Христос и Библия тут вовсе ни при чем. Это дело, возня, начато в недрах структуры, имеющие замысел устранить обличающий глаз, растворить его под жерновами злобных епископов, этих лютых волков, по слову Павла. Подобных обращений к пастве не получали нигде, но только в России. Почему? Еще до начала работы собора постоянно звучала тревога МП о приходах РПЦЗ на территории России. И причина только одна. Устранить обличающий глаз. Курочкин. После этого для российских приходов русской зарубежной церкви наступит переходный период. Он с точностью тоже пока не определен официально. Скорее всего, речь может идти о пяти годах. Игнатий Тихонович Лапкин. Переходной период умерщвления рассчитывает дьявол уже две тысячи лет. Да мало что успел. Сегодня архиепископ Марк и иные делатели неправды говорят о роковой ошибке прошлых лет, о открытии параллельных приходов на территорию России. А в действительности это было самое великое, быть может, дело, что сделало РПЦЗ за последние 20 лет. Курочкин. Цель этого периода – дать возможность духовенству и приходам определить свое место в епархиях Московского Патриархата, чтобы не сразу в один момент оставить наши приходы перед местными церковными властями, с которыми в некоторых случаях сложились неприязненные отношения, но постараться помочь им исправить эти отношения и найти приемлемый для продолжения пастырской и приходской деятельности вариант существования в епархиальных структурах Московского Патриархата. Цель этого периода – определять свое место не перед Христом, а в епархиях неканонического Патриархата, основанного Сталином и Берией. Разве верующий может так издеваться над верными установлениями церковным и толкать в погибель тех, кто ему доверялся? Это напоминает бандитские разборки, когда вернуть утраченное доверие можно только тем, что перережешь всех родственников и покажешь снимки убитых. Тогда тебя примут снова в свою структуру. Преступный дух вошел в беззаконные уста и будут торжествовать под беду над жившими в мире. И притыкают все время для большего эффекта канонизацию мучеников царского семейства, что вроде бы это как-то повлияет на русский народ. Бред тяжелобольных или циничных изуверов и насмешников. Сирахова 7.9 И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему. Сирахова 38.2 Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага? Курочкин. Этот процесс требует индивидуального подхода. Некоторые священники, возможно, выберут для себя другое место жительства, а иным совсем не потребуется дожидаться конца срока переходного периода, и они сразу же после заключения актов общения с Московским Патриархатом готовы будут безболезненно влиться в состав местных епархий. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Готовы те, кто никогда и ничем не отличался от патриархийных беззаконников. В современной епархии патриархата есть безраздельное и беззаконное господство архиереев, злобных и корыстолюбивых попов, невежественных в истине. Подлый способ проходили собрания по общинам, потом епархиальные везде говорили о покаянии патриархии в экуменизме, в сергианстве, в нарушении канонов. И вдруг сами же зарубежные епископы все эти нерешенные вопросы обмусоливают так, что так, будто бы их никогда и не было. Гнусно и подло умерщвляют доверившихся им, бывших под их защитой. Кто будет покинутых, находящихся в юрисдействии РПЦЗ на территории России, оплакивать, кроме Давида? Второе царство 3.333 И оплакал царь Авенира, говоря, Смертью ли подлого умирать Авениру? Сирахова 47.6 Он воззвал ко Всевышнему Владыке, когда со всех сторон стеснили его враги, и великий Господь услышал его. Курочкин На вражде и самомнении ничего дух угодного Богу создать невозможно. Игнат Тихонович Лапкин Действительно, хочешь сильнее уязвить противника, укоряй его в собственных грехах. Ни во что ставят мысли дела и решения предшествующих иерархов РПЦЗ в сумасшедшем самомнении и думают что-то великое сотворить. Курочкин Теперь я имею счастье исполнять свой архипастерский долг в Богом, данном мне грешному мире, со своей христианской совестью. Игнатий Тихонович Лапкин Главное дело обращаться к совести. А, простите, славное дело обращаться к совести. Но если жить не по слову Божию, то совесть может утянуть на дно адово и не осудит при жизни ни разу. Соединение в таком бешеном темпе может быть делом только бессовестных обманщиков, говорящих сегодня утром одно, а после обеда другое. Задача и долг архипастеря довести до царствия небесного овец, а не кинуть их озверелым предателям и сутенерам. 1 Тимофея 4.2 Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Курочкин Прошу вас, дорогие пастыри, братья и сестры, добросовестно приложить свои усилия к поддержке созидания богоугодного единения. Прошу всех более пребывать в молитве, чтении и писании, в размышлениях о Боге, нежели в сомнениях, спорах, обсуждениях и осуждениях в священном начале. Игнатий Тихонович Лапкин Богоугодного объединения здесь и не предвидится на один час. И о том молимся, чтобы поскорее Бог открыл глаза прелещенных велиаром, чтобы они полной чашей испили от тех, кому прильнули, заискивая перед лукавствующими. 2 Паралипоменом 29.8 И был гнев у Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние. Как вы видите глазами вашими? 3 Ездра 16.70 Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они посмеянию, поношению и попранию. 4 Премудрость Соломона 12.25 Посему, как неразумным детям, в посмеяние послал ты им и наказание. 5 Премудрость Соломона 12.26 Но не вразумившись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий. Курочкин Пусть никто не усомнится в богоугодности этого дела. Игнатий Тихонович Лапкин Бессмертную единственную душу просит верить тому, кто может быть от лукавого, говоря сегодня одно, завтра совершенно противоположное. Матфея 5.37 Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», «а что сверх этого, то от лукавого». Мы за объединение, но только во Христе, по Писанию. Об этом-то нас никто и не просит. С этими условиями мы им как раз и не нужны. Потому с такой легкостью избавляются от верных Христу чисто в чекистском духе. Кто не с нами, тот против нас. Меняются условия игры и тактика, и цель, и все иное. Пора дельцам дела свои открыть и, не таясь, все разыграть по новой. И выгода, и польза могут быть, сдают по-новому крапленное за шторкой. О добрых замыслах наполнит только пыль. Расплата же за подлость будет очень скорой. Мошенники-попы, тузы-архиереи сдают епархии и бедных прихожан объявленным разбойникам. И под наркозом бреют, но оправдание греха страшнее, чем пожар. Про совесть говорить запрещено, и Библия не вхожа к этой сфоре. Подскуливает главному упитанный щенок. Об истинном спасении никто уже не спорит. Срамные идолы в Израиле стоят. И жертвенник в Самарии курица. Такие же священники в подрясниках допят. Но все в отступниках неверно и нечисто. Объединяться нужно. Кто же спорит? И встреча первая у древнего колодца. Слова Иисуса с твердостью укоров. Сомнения развеют и разъяснят все скоро. Ту веру Духа, жаждущим испить и стать учеником Единой Церкви, пойти на проповедь, а не в затвор и скид, взыскать того, кто в ереси потерян. Нет во Христе национальных вер. Но все едино в дивном организме. Мы дети Божии. И нас спасет теперь с избытком даровавшие верным жизни. Сообщества худые развращают нравы. И делают подобным тем, с кем поведешься. Вне Церкви кто смог оказаться правым? Лишь во Христе одежды. Не еретиков одежки. 21 июля 2006 года. Игнатий Лапкин.